Привет, мои хорошие! Сегодня я приглашаю вас ко мне в гости, чтобы посмотреть мои книжные полочки. Сегодня мы с вами устроим тур по всем моим книжным полкам, по всем моим книгам. Также у меня недавно совсем появился новый стеллаж, который находится в другой комнате. Его мы с вами тоже подробно посмотрим. Обязательно берите с собой что-нибудь вкусненькое, либо что-нибудь горяченькое, горячий чай или кофе. И пойдемте, пойдемте смотреть книги и наслаждаться книжной эстетикой сполна. Так, проходите, проходите. Я стараюсь это видео сделать максимально комфортным для вас, чтобы у вас создался эффект, будто вы правда находитесь со мной. Давайте представим это вот на время этого видео. Что вот, привет-привет, вы пришли ко мне в гости, пойдемте, смотрите, какие у меня здесь прекрасные стеллажи. И, боже, я их обожаю, и мы с вами начнем смотреть мои книжные полки именно с вот этого стеллажа. Ой, кстати, у нас все это время горела люстра. И вы смотрите, как полочки светятся все без дополнительного освещения. Только вот у меня туалетный столик горит, а так у меня все стеллажи в гирлянде. И здесь у меня такая вот мишура, тоже с гирляндой, мне безумно нравится. Всякий разный декор у меня здесь. Тоже буду вам показывать все полочки и покажу, что у меня на них стоит. Ну а начнем мы с вами с вот этого стеллажа. А чтобы я вам комфортно показывала верхнюю полку, мне пригодится стул от моего туалетного столика. Невысокие люди меня поймут. Да, это просто мой лучший друг при уборке и профессорении книг на верхних полках. Ну как бы я до них дотягиваюсь, но показывать будет неудобно. Поэтому все. Теперь давайте полезем туда и будем смотреть полочку, да? Оп, оп, все. Смотрим. Первые две полки у меня занимает издательство эксклюзивная классика. И, кстати, ребят, так давайте вот так вот у вас прошу. Обязательно напишите в комментариях, хотите видео отдельное про это издательство, про классику в целом. Напишите, потому что я такое видео снимала, но давно как бы книг прибавилось. Поэтому обязательно напишите. Хотите такое видео? Если да, я обязательно сниму в скором времени. Итак, самые первые книжки, которые здесь стоят, это у меня Аня из Зеленых Мезонинов и Аня из Ван Лея. Первая и вторая часть. Это у нас первоначальная, оригинальная история, по которой был снят сериал Энн и Зеленых Крыш. Если вы его смотрели, я с вами, я обожаю этот сериал, и я так счастлива, что стали выходить вот эти вот книги. Потому что долгое время эти книги было очень тяжело найти, они пропали с радаров, потом они появлялись в дорогих изданиях. Да, они красивые, но это было очень дорого, я не могла себе такое позволить. И наконец-то, это у нас серия яркие страницы, стали пересдавать, ура, мои молитвы были услышаны, стали пересдавать вот эту вот серию. Я была счастлива, и уже вроде бы третья часть вышла. В общем, потихоньку собираю и в скором времени планирую читать. Я обожаю сериал Энн всем сердцем, это, наверное, один из моих самых любимых сериалов. Тут у меня стоит 1984 Джорджа Орелла, которую я обожаю и хотела бы на самом деле перечитать Яма Куприна, в ближайшее время планирую на чтение. Далее у меня здесь блог такой русской классики, из неё я 100% вам очень могу посоветовать и выделить, что мне понравилось. Это Вишнёвый сад, обожаю здесь такие потрясающие повести, особенно мне запомнилась Чайка. Также «Отцы и дети», конечно, такое культовое произведение, которое поднимает тему отцов и детей по сей день очень важную, и книга поражает своей актуальностью, она очень интересная. «Преступление наказания» никак не могу прочитать. Если вы читали и вам понравилось, ребята, мотивируйте меня на прочтение этой книги, потому что я как-то никак не могу до неё дойти, и почему-то у меня какой-то страх есть. Возможно, он у меня со школьных времён ещё остался, этот страх классики, именно этого почему-то произведения. Булгаков, у него я обожаю, «Мастер и Маргариту», это одна из моих самых любимых классических книг. Также «Морфи» тоже классная, «Собачье сердце» пока не читала. У Гоголя обожаю просто «Ревизор» и «Вечеря на хрутере блестиканьки» тоже очень интересная. Ой, вот эта книга тоже, не знаю, что с ней делать, это «Энтони Бёрджерс» 1985, это вроде бы как эссе вот этого автора на книгу 1984, и ещё это такой скандальный автор, вставлю вам обложку этой книги, думаю, вы точно её знаете, такая нашумевшая книга, в общем, противоречивые отзывы на неё. В общем, как-то я уже не так сильно хочу с ней знакомиться. Ещё здесь у меня «Жажда жизни», это у нас такая автобиографичная история про Ван Гога, я как-то узнала про это и решила, что эта книжка мне нужна, но пока что так её и не прочитала. Ой, ну это моя любовь. Если вы смотрите мой канал, то вы знаете, как сильно я люблю эту книгу. Это «Полиана», «Полиана вырастает», «Элеонор Портер», вообще любожь, любожь, невероятная у меня к этой книге, посмотрите, сколько у меня здесь стикеров, но это вообще что-то волшебное. Здесь у меня один трифидов, который я с вами читала в марафоне, три на три, Дэмиан. Посмотрите, куда забрался Сома, на спинку дивана. А я хотела сказать вам, что если вы ещё не подписаны на мой телеграм-канал, то я советую это сделать, потому что там у нас с вами прямое общение, я там отвечаю вам в чатике, и также я в первую очередь туда выкладываю все отзывы на книги, все распаковки, так что если вы ещё не подписаны, то советую это сделать, у нас там очень уютно и лампово. «О мышах и людях», «Дом с привидениями», тоже книгу, которую никак не могу прочитать, это «Франкенштейн или современный Прометей». Прям историю Франкенштейна мне как-то захотелось прочитать, и так эта книга у меня стоит на полке. Но я думаю, что это же за у многих, что хочется прочитать, потом что-то другое берёшь, и всё, к этой книге никак вернуться не можешь. О, кстати, братья Стругацкие, у меня тут пикник на обочине, который я хочу прочитать, а читала я у них в понедельник, начинается в субботу. Безумно понравилась книга, такой юмор был классный, особенно в первой части. Конечно, последующие были более серьёзными, но первая безумно такая задорная, очень-очень классная. О, Шекспир, тоже безумно хочу с ним познакомиться. Ну, именно, я читала, естественно, Ромео и Джульетта, а вот очень хочу прочитать Гамлета. Также Оскар Уайт, портрет Дориана Грея, читала, классное произведение, могу посоветовать, интересно, и смысл заложен вроде бы и простой, но при этом всё равно, конечно, заставляет задуматься книга. Великий Гэтспи, призрак оперы, повелители мух, дамское счастье, аэропорт показывала вам в 12 забытых книг, поющие в Терновнике, хочу прочитать её этим летом. И Человек, который принял жену за шляпу, тоже показывала вам в 12 забытых книгах. А, кстати, из этих книг, что я читала? Я читала «Повелитель мух», книга мне понравилась, такая, на самом деле, была жутко, что я даже не ожидала, что оно такое будет. А «Дамское счастье» — это, наверное, одна из немногих книг классических, которые меня, к сожалению, разочаровало. Мне было как-то её скучно читать, возможно, просто не в то настроение попало, но как-то меня она, к сожалению, не сильно впечатлила. Но, может быть, как-нибудь дать ей второй шанс и попробовать ещё раз прочитать, потому что мне кажется, что действительно я её брала не в подходящее настроение. Но вот такие вот эмоции она у меня вызвала. Вторая полка с эксклюзивной классикой. Здесь у меня вот собирается конструктор Морозко. Посмотрите, какой потрясающий. Я показывала вам уже его как-то в видео, как мы собирали его, Женя. Вот у нас стоит огромная коробка. В общем, у нас потихоньку собирается. Давайте сейчас я тоже уберу это всё, но сначала покажу, что ещё стоит. Здесь у меня такие вот маленькие милые карточки со феями и эльфами. Посмотрите, какая прелесть. Также у меня здесь куколка стоит, которая мне напоминает одну из героинь маленьких женщин. Она в таком вот очень милом образе. Вообще я её обожаю. Также здесь у меня по маленьким женщинам есть вот такие вот значёчки миленькие. Статуэтка, а точнее это свеча с парой. И также здесь у меня стоит книга. Она выглядит очень так уютно, атмосферно, поэтому я решила поставить её сюда. Это книга «До встречи в книжном». Посмотрите, какая она атмосферная. Здесь у нас небольшие рассказы вот этих вот всех авторов, которые посвящены книгам и книжной эстетике. И тут у меня, знаете, такая полочка любимых классических авторов. Там они тоже, естественно, были. Но здесь у меня вот авторы, от которых у меня много книг. Например, здесь у меня на два тома Маргарет Митчелл у меня стоят. Почему-то не в правильном порядке, поэтому давайте переставим. Обожаю унесённые ветры. Книги, которые подарили мне такие незабываемые эмоции. Особенно, конечно, главная героиня Скарлетт. Ох, такие она у меня эмоции вызвала. Но за это я горячо люблю эти книги. Столько всего там было. Я их так долго читала, поэтому мне кажется, что я просто пережила вместе с героями всё. Так, у меня книжечка не хочет ставиться. Вот. Всё. Теперь поставила. Луиза Мэй Олгат. Маленькие женщины, которые я обожаю всем сердцем. Тоже одна из моих самых любимых классических книг. И Хорошие жёны. Это вторая часть. Всё-таки, знаете, прошло время. Я задумывалась над тем, чтобы купить и следующие части. Потому что остановилась на вот этих вот двух. Думаю, может быть, всё-таки продолжение почитать. Если читали, напишите, как вам. Тут у меня «Жизнь, милый друг» Кита Мопассана. Читала пока что только «Жизнь». Джейн Остин. Читала пока что только «Гордость и предупреждение». Люблю как книгу, так и фильм. Джека Лондон. Читала у него Мартин Иден. Вообще очень крутая книга, которая разбила мне сердце. Ещё читала я «Белый клык». Моема тоже понравилась. Так, это у меня «Моема». Здесь у «Моема» я читала почти всё, кроме «Рождественские каникулы», которые ко мне недавно пришли. Все остальные книги «Моема» я обожаю очень сильно. Особенно «Театр». Могу выделить «Узорный покров». Книги, которые я прочитала на одном дыхании, они просто невероятно интересные. Тут у меня «Бронте». Это Джен Эйр и учитель. Джен Эйр тоже одна из моих любимых классических произведений. А «Учитель» пока ещё не читала. Также у меня вообще идёт, видите, сёстры Бронте. У меня ещё «Грозовой перевал», который тоже мне понравился. У меня она прям попала в нужное настроение. Такая грустненькая, мрачненькая книга идеально зашла. «Незнакомка» из «Уалдива Холла» тоже понравилась. Понравилось, что представление здесь шло в виде невиковых записей. «Ремарк» у меня целых его пять книг. Я читала «Триумфальную арку», читала «Три товарища и ночь в Лиссабоне». Больше всего понравилась «Триумфальная арка». Эти две книги мы пока не прочитаны. Кстати, эту мне подарила подписчица. Спасибо тебе большое, если смотришь это видео, я тебя помню. И здесь у меня также стоит «Артур Комендол». Это у меня «Шерлок Холмс». Все четыре томика. Здесь у меня «Любовь во время чумы», которую показывала также вам в своих планах на этот год. И здесь у меня две новые книжечки. Это «Рождественские истории» и «Дневник памяти», который у меня тоже обязательно в планах. Так, тут у меня «Дима Новый мир», который я читала вместе в марафоне 3х3. Можете посмотреть у меня на канале. Это тоже вот ко мне книжечка. Совсем недавно пришла, в последних покупках показывала. «Искусство любить» и «Таинственный сад», который мне очень понравился. А полочка ниже у меня посвящена Стивену Кингу. Здесь у меня стоит вот такой потрясающий котик. Также подсвечник. Такая вот шкатулочка для колечек. И также здесь у меня такие вот красивые спички. Они большие, очень классные. Ими классно эстетично зажигать свечи. Посмотрите, какие они красивенькие. И также здесь у меня лежит ежедневник мой. Вот, чтоб всегда был под рукой. И у меня есть еще одна полочка с Стивеном Кингом в издании. Книжная полка очень красивая. Сейчас видите ее на экране. Мы с вами обязательно-обязательно к ней придем. Но пока давайте посмотрим эти стеллажи. Ну, а на этой полке у меня собралось издание «Король на все времена». Это вот такое красивое издание, где картинки на корешках. И также у меня есть издание «Темная башня». В нем у меня получилось так, что появились три книги. Это у меня «Институт», которая прочитана. И мне она понравилась. Обожаю книги Стивена Кинга, где он описывает про детей. Здесь, тем более, про одаренных детей. Это было интересно. «Кладбище домашних животных». Книга, которую хочу я прочитать. Точнее, перечитать. Видите, она у меня уже прочитана была. Но я читала ее очень давно. Поэтому очень хочется как-нибудь перечитать. Прям собраться силами и взять на перечитывание. И еще у меня здесь есть «Будет кровь». Это сборник рассказов. Тоже мне понравился. Вообще, я обожаю творчество Стивена Кинга. У меня много книг у него прочитано. Книг, наверное, 20. И много любимых книг. Здесь у меня «Роза Морена» 11-22-63, которая «Пробучерство времени». Я ее обожаю. «Уджа», «Кристина». Это тоже у меня все прочитано. «Доктор Сон» в планах показывала в забытых книгах. «Кэрри» — одна из первых книг Стивена Кинга. Я ее обожаю. «Сияние» тоже прочитано. Тоже безумно люблю. Про отель. Такая там атмосфера. На зиму классная эта книжка пойдет. Также у меня здесь «Анон». Это вообще, конечно, моя первая такая объемная книга в принципе в жизни была. Но я ее обожаю за эту атмосферу, за прекрасно прописанных персонажей, за все-все-все, что здесь было. Это очень было интересно. «Четыре после полуночи» сборник рассказов пока не читала. Дальше «Под купола» у меня прочитано. Я читала вместе с вами в марафоне 24 часа чтения. Я за 24 часа читала вот этот томик. Это, конечно, было сложно, но я справилась. Можете посмотреть мои эмоции в видео. «Страна радости» прочитана. Это, наверное, одна из таких менее любимых книг у Стивена Кинга. А вот «Мизери» и «Ночная смена» — одни из самых любимых книг. Обожаю их «Ночная смена». Такой потрясающий сборник рассказов. Такие классные рассказы, такие прям пугающие. Прямо пробирающие до мурашек. И Стивен Кинг собрал все просто страхи, которые, мне кажется, существуют. Поэтому каждый найдёт рассказ, который его напугает. «Четыре сезона» очень хочу прочитать, но пока что ещё этого не сделала. Это как раз-таки «Побега Шушенко» здесь будет. Поэтому я в предвкушении, потому что фильм смотрела. Девочка, которая любила Тома Гордона, читала такая трюсинговая книжка, но интересная. Как писать книги? Очень классная такая автобиографичная история Стивена Кинга. Он очень классно её описал. Дальше «Нужные вещи». Одна из любимых книг. «Бегущий человек худеющий» пока не прочитана. Как и Джумаки, и «Игра Джералда». А вот «Зелёная миля» и «Долорес Клейборн». Обожаю всем сердцем. «Зелёная миля» — самая стеклянная книга, наверное. Одна из самых стеклянных на моих полках. Сколько здесь я слёз проронила. Это вообще невероятно. Ну и «Долорес Клейборн» тоже обожаю за сюжет. Он здесь необычный, нестандартный, но такой интересный и захватывающий. Кстати, если вы заинтересовались автором моими рассказами, то на канале у меня есть отдельное видео, которое как раз-таки посвящено Стивену Кингу. А мы двигаемся дальше. Здесь у меня на полочке много всего стоит. Здесь у меня такие вот фигурочки. Из киндера новогоднего собирала пингвинчики. Даже у меня тут есть новогодняя конфетка, которую я никак не скушаю. Видимо, мне её жалко. Дальше свеча тут стоит. И вот такие вот наклейки, которые мне сделали из «Знательства Бомбора». Сделали со мной такую коллаборацию, которая была на выставке в Москве. Можно было взять такие вот стикеры со мной. Но они у меня теперь хранятся на полочке. Здесь даже есть всё. Мы вообще потрясающие стикеры. Я их обожаю, поэтому прямая гордость стоят у меня на этой полочке. Что у меня тут из книг? Есть у меня здесь вот такая вот интересная книга «Медуза. Девушка, скрывающаяся за мифом». Это у нас про Медузу Гаркону. Про девушку, которая замораживала, точнее превращала в камни свои жертвы. Ой, интересно на самом деле. Пока ещё не читала, но книга меня очень заинтересовала. Давайте пока сюда положу. Здесь у меня ещё такие вот стикеры по странной планете. И как раз-таки «Странная планета» у меня вот первая часть есть. Мы с Женей его смотрели, читали. Невероятно милый комикс про таких забавных существ. Кстати, вышел сериал, мультфильм по этим комиксам. А, кстати, нет, это у меня вторая часть. Местами перепутала. Вот первая часть, а вот вторая. Но мы первую и вторую Женю уже прочитали. Очень было здорово. Тут у меня такие милые карточки с котиками прячутся. Мне подарили их мои подруги на свадьбу. Вот, очень красивые. И здесь у меня ещё потрясающая книжка. Смотрите, прогулка с Мяу из Казани. И здесь Мяу нас как раз-таки вот вводит по Казани и показывает достопримечательности. Самые-самые главные. И когда вот мы были в Казани, мы купили эту книжку. И с таким интересом её прочитали всякие легенды. Вообще такое погружение. А теперь это моё воспоминание из этого потрясающего города. Далее у меня здесь такие небольшие книги от Likebook. Раньше они такие вот выходили, маленького формата. Потом их стали уже переиздавать в обычных форматах. Это у меня Лиза и её Монстры. Очень люблю эту книгу. Советую прочту всем подросткам. Поднимает важные темы. Хотя это вроде бы, ну, лёгкий роман на первый взгляд. Но тема здесь поднимается очень серьёзная. Про чем я упаду. Есть фильм по этой книге «Матрица времени». Книгу читала, мне в своё время понравилось. Цель Элжурнона. Одна тоже из самых любимых книг. Очень сильная и очень-очень классная. Тоже всем могу посоветовать. Сначала всего. Последний свидетель. Такие подростковые истории, которые у меня тоже давно просчитаны. И, в принципе, они неплохие. Последний свидетель мне показался очень таким захватывающим детективом. Но, опять же, читала я эту книгу давно. И сюжет уже плохо помню. Но помню, что концовка меня тогда оставила под впечатлением. Книги автора Хеллен Тодд. Её книги я люблю. Я читала «Люфт». Это такая тёплая история. И также «Хюмор про вампиров». Мне понравилось. Также «Духовка Сильве Платт». Одна из тоже любимых книг суперстеклянных, которые разбивают сердце в пух и прах. Но я её люблю. «Мясная лавка» про модельный бизнес. Тоже было интересно почитать. Здесь у меня ещё «Злая лисица. Жестокие духи». «Злая лисица». Я читала. Вторую часть пока что ещё нет. Книга тоже интересная. С такой азиатской направленностью. И это у нас фэнтези. Тут романы новые, которые ещё не прочитаны. Дальше это «Подзенник». Кстати, на этой книге даже мой отзыв есть. Вот, смотрите, старенький ещё мой отзыв. Но всё равно здорово. Интересная история тоже. Такая подростковый роман про школу, про новую ученицу. В общем, всё как обычно, стандартно. Но интересно было закручено. Что если мы утонем, пока не читала. Давай любить друг друга. Здесь очень смешная аннотация. Вообще, ребята. Это вот, ну, просто её почитайте. Просто зачитайте её. Поставьте на паузу. Я решила эту книгу оставить себе. Такая цветочек задела. Я решила эту книгу оставить себе. Чисто ради того, чтобы почитать и посмеяться как-нибудь. И записать какой-нибудь кринжовый обзор. Но как-то никак у меня руки не дадут это сделать. Она просит о помощи своего лучшего друга Лона и предлагает ему переспать. Он в ужасе от этой идеи. Но в конце концов соглашается. Просто что? Что? Ой, я на самом деле в шоке от того, почему на эту книгу ещё никто не сделал кринж-обзор. Аля как на после делают. Но, как бы, я соглашусь, что возможность такая... Действительно, согласитесь, кринжовая аннотация. Но, возможно, тут такой будет сюжет, что вообще нас повернет в шок. И тут очень классный роман на деле окажется. Но, по крайней мере, то, как написано там аннотация, это вот только отталкивает ощущение этого романа. Но нужно. Нужно будет как-нибудь его прочитать. Может быть, даже просто посмеяться. Не знаю. А вдруг окажется действительно классным романом. Ну, не знаю. Если я обычно была бы читателем, не блогером, чтобы читать эту книгу ради контента, я бы на самом деле не стала её брать. Потому что это, ну, правда, очень-очень забавно. Почему-то у меня включился свет. Сейчас его выключу. Далее у меня книги Моны Кассен, которых у меня много. Это трилогия «Спаси меня». Я её читала. Мне она, в принципе, понравилась. Хотя не знаю, понравится ли она мне сейчас, если я буду её перечитывать. Потому что воспоминания такие смутные. Но у меня ещё есть подарочное издание этих книг. Вот. Тоже не знаю, что буду с ними делать. Пока стоят. Возможно, потом продам, либо кому-нибудь подарю. Посмотрим. Дальше ещё у меня её книги есть. Я читала только вот эту. Это у нас «Начни сначала». Неплохая история. На один-два вечера пойдёт. Остальные пока что не читала. И здесь ещё дерево растёт вруклине, которую я обожаю. Это такая потрясающая книжка. Она у меня вот в таком вот издании. Я покупала её в фикс-прайсе, когда они продавались. Ну, это было года три, наверное, назад. Но это было очень классно. Очень интересная история. Такая тоже и трогательная. Про взросление девочки. А на полочке ниже собралась моя любовь. Здесь у меня книги Аси Лавринович. Книги Алекс Хилл. И немножко книги Лены Сокол. И ковш. Но в большинстве своём моя любовь. Это Аси Лавринович. У меня тут даже стоит подарочное издание. Аси — это зимняя любовь. Здесь собраны три зимние истории Аси. И книга, конечно, безумно красивая. Здесь даже внутри есть вот такие вот вставочки с героями. Ну, вообще, потрясающие. Но этот срез... Ооо, это вообще восторг! Тут у меня ещё стоят милые нежные цветочки. Я гипсофила, поэтому эта полочка сейчас на всё более миленькой. И вот такая вот куколка из моего детства. Тоже такая она у меня ностальгию вызывает, поэтому находится здесь. Коллекция книг Аси у меня такая. У меня ещё есть «Загадай любовь» в кинообложке. Вышел сериал в этом... Ну как, нет, не в этом году, уже в прошлом году, в конце прошлого года. Вышел сериал, а только «Загадай любовь». Я его почти досмотрела. Мне он понравился. И ещё «Загадай любовь» у меня есть в обычной обложке. Вот такой. Очень такая милая зимняя история, зимний роман. Один из любимых у Аси. У Аси мне ещё безумно нравится книга «Самая белая ночь». Она про летний Питер. И это было так атмосферно вообще. И также «Не любовь сероглазого короля». Тоже одна из любимых книг у Аси. А ещё, кстати, от одного зайца. Точно. Это такая позитивная история, знаете, с таким... С классным юмором. И у Аси очень классно, что книги есть по сезонам. Есть вот зимние истории. Это вот это. Ну вот эти вот как раз четыре такие зимние истории. Есть суперлетние истории. Например, «Только я попробую идти», которая своим отзывом. Это вообще была моя мечта. Представьте, книга Аси. Любимый автор. И тут мой отзыв на обложки. Ну вообще. Тоже люблю эту книгу. Снимала с ней влог. На канале. Очень-очень классно. Также вот из летних историй у неё «Всё из-за тебя» есть. Там, где живёт любовь вообще про летний лагерь. Тоже такие атмосферные истории вообще. Очень-очень-очень здорово. Обожаю. Люблю книги Аси. У меня всё, представляете, всё прочитано. Кроме книги «Всё из-за тебя». Вот остальное всё у меня прочитано. Дальше у меня «Худшие подруги». Это совместная книга Алекс Хилл и Аси Лавринович. И вот у Алекс Хилл я потом ещё прочитала диалогию перед дружбой и недоотношения, которые почему-то стоят не вместе. Вот. Мне она тоже понравилась. Чем-то напоминает как раз лог Аси. Тоже с юмором. И потом я прочитала ещё мне книжную героиню, которая, к сожалению, мне не сильно понравилась. Но всё-таки решила дать шанс этому автору. У меня ещё есть продолжение. Она любит плохих парней, которые будут читать. И вот на ближайшие планы у неё — это «Риша-риша». Здесь что-то связанное с танцами. А мне сейчас такого очень хочется почитать. А, ещё точно. Я читала «Поймать свободу». Тоже интересная. Она связана с книгой «После тебя только пепел». Вот. И ещё у меня, надеюсь, пять отличий есть, которые пока что ещё не читала. Здесь у меня стоят книги Лены Сокол. Автора я раньше очень сильно любила. Но, к сожалению, после её книги «Мой желанный враг» моя любовь немножечко подупала, потому что я не смогла дочитать эту книгу. Это вот тоже мне показалось, как, знаете, гринж-история. История по типу, как у нас, знаете, выходит сериал однотипный по России один. Она домработница или она просто там уборщица, а он крутой бизнесмен. И вот он обращает на неё внимание, искра, буря, безумие. Ну, в общем, что-то из такого здесь было. Но я её сохранила только из-за того, чтобы, опять же, прочитать и снять обзор. Но никак у меня руки не доходят. Вот никак я не заберусь и не сделаю это. Но вот её книга Кейджема, Нива полная звёзд, «Составь меня влюбиться», вот эти вот романы. У меня ещё любимый роман — это «Любовь по обмену». Там очень классный и тоже забавный сюжет. Там американец приезжает по обмену в Россию, пробует разные блюда. В общем, забавная книжка. Но сейчас я дала её почитать Жениной маме, поэтому у меня на полке её нет. Но вот эти вот её романы, они очень классные. Вот с тобой никогда тоже забавная книга, но и поднимает тоже важные темы. И вот новый автор для меня — это автор «Ковш». Это два автора. Я пока что прочитала только «Виноват кофе». У неё обложка, она пропитана эстетикой кофе. Согласитесь, мне она понравилась, поэтому буду читать и другие книги авторов. Ну, а на полочке ниже у меня расположились разные фэнтези и классики у меня тут уже немного есть. Так, давайте вот сюда заглянем. Здесь у меня стоит Дэниел Киз «Таинская история о Билли Миллигане». Очень хочется прочитать. И вот не попадается на меня глаза, надо бы её переставить на новый книжный стеллаж. Так, что ещё здесь есть? У меня здесь Рене Агдзе. Да, эти книги, я думаю, мы в следующей реорганизации, которая будет, я думаю, что будут наскоро, мы эти книги с вами разберём и поставим более в удобное место. И также здесь книга у меня «Вампиры». Ещё из этой серии у меня есть парочку книг. Так, где же они у меня стоят? Вот, нашла. Вот такие вот книги. Это от Lightbook такие книги про вампиров. «Упырь» Алексея Толстого. И вот ещё такой сборничек рассказов. А всё как бы не просто так, потому что здесь у меня истории про вампиров. Это серия «Жажда» у меня здесь стоит. У меня здесь стоит «Дракула» Брэма Стокера. Обожаю эту книгу. Недавно прочитала, рассказывала вам, как-то в прочитанном. И здесь у меня есть и Патрик Несс. Это после Пхауса серия. Серия «Прикосновения тьмы» Рене, где ярость и рассвет и роза и кенжал. Также от Рене Агдиа «Красавица». У меня пока что прочтена только первая часть. Эти книги я читала. Говорила вам, что первую обожаю. А вторая меня, к сожалению, разочаровала. И вот остановилась на этом моменте. Никак не могу дочитать. Это Диджей Клун «Пошепчущий дверью». Что ещё у меня здесь? У меня здесь книга про отель. Отель Монифик должна быть суперинтересная. Дом Гуччи было интересно читать. Это у нас такие детективы-триллеры. Игры наследников. И вторая часть. И вот классика, которая у меня в планах есть. Я вам показывала. Это рассказ «Служанки». 452 градуса по Фаренгейту Брэдбери. И книжный вор Маркуса Зусика, который у меня в планах на этот год, чтобы перечитать эту книгу. Очень её люблю. И безумно хочется к ней вернуться и перечитать. Потому что первый раз читала очень и очень давно. Посмотрели вместе с вами вот этот стилаж. А теперь приближаемся к вот этому. Он очень насыщенный. Он у меня поделен по таким вот секциям. Поэтому его будет интересно смотреть. Так что всё. Приглашаю вас к просмотру вот этого красавчика. Прям, конечно, ненасыщенная эта полка книжная. Здесь у меня стоит книга «Ёлка». Ну, пока актуальна. Она у меня здесь стоит. Это невероятно красивая книга. Давайте сейчас мы с вами перейдём к вот этим вот книгам. Они тоже из этой серии. И я ещё раз её вам покажу. Там у нас прячется колоночка. Не буду произносить имя, чтобы если у кого-то она есть, она не сработала у вас. Потому что у нас это частая проблема. Когда, знаете, блогеры показывают видео, эту колонку произносят имя. И твоя колонка тоже на это реагирует, что-то делает. В общем, это не особо интересно, конечно, не особо приятно. Дальше у меня здесь такая вот хлопушка. Стоит тоже как декор. Здесь прекрасная доска, где находятся наши, Жене, фотографии, разные воспоминания, свадебные фотографии. Фотографии вот с Питера, с Новороссийской. В общем, с путешествий. Тут вот в Санкт-Петербурге есть фотография. Ну, вообще, очень классная доска. Мне она всегда поднимает настроение. И что еще? Вот я вам показывала замешура. Он здесь лежит. Щелкунчик тоже пока актуально. Новогодний декор пока что сохранился. Вот такой потрясающий котик, который машет лапкой. Посмотрите, ну что за прелесть. Он вам говорит привет-привет. И здесь у меня, конечно, Гарри Поттер. У меня не в правильном порядке он сейчас лежит, потому что я недавно для видео использовала. Но сейчас у меня на канале выходят влоги с этими книгами. Я обожаю Гарри Поттера. Я сейчас уже буду начинать, получается, читать пятую часть. Представляете? Сама в это не верю. И здесь у меня лежат разные брелочки с героями. Разный мерчик, которые я открываю из адвент-календаря. Во влогах тоже все показываю. Вот всякие-всякие разные штучки. Даже пластик с лизерином здесь есть. Но больше всего я в восторге от вот этих вот брелочков. Смотрите, они миленькие. Даже вот недавно Дракомалпой попался. И здесь стоит цветочек, который даже иногда цветет очень красиво. Очень его люблю. Вот так вот он прям идеально сюда вписывается. Ну и помимо Гарри Поттера, который вот здесь вот стоит пока что, такая вот главная серия, да, но потом он переедет на новый стеллаж, я думаю, уже. Мы с вами спускаемся к следующим книгам. И вот-вот эти книги, про которые я хотела рассказать. Давайте достану эту книжечку. Аккуратненько, посмотрите, какая она красивая. И вот эти. Это книги от издательства Лабиринт. Вот. И они такие красивые. Тоже не перестану их показывать, потому что, ну это вообще, когда приходят гости, они все садятся и рассматривают эти книги, потому что это книги с 3D деталями. Здесь очень много всего объемного, что можно посмотреть, что можно полистать, пооткрывать. И здесь вот, например, книга про елку, как это все у нас в России появилось, какие были игрушки, как это все происходило. И тут еще и смотрите, какие 3D развороты. Па-бам! Посмотрите, это же у нас 3D елочка получается. Здесь очень много всего интересного. И в таком же варианте у меня есть история Деда Мороза. Тоже такая она зимняя, атмосферная. Вообще, гляньте, здесь конвертик такой, где открытки такие вот старинные. Здесь этот мешочек открывается. Тоже есть 3D детали. Ну вообще, вот, ой, вообще. Посмотрите, здесь открываются ящики. Здесь открываются дверцы. Можем заглянуть. Здесь вот у нас ничего не открывается. Здесь вот достается тоже листочек из шкафа. Аляка книжка. Мы можем почитать. Ой, ну мой восторг не передать словами. А еще вот, это вообще разбило мне сердце. Узнаете? Это же Санкт-Петербург. Смотрите, какая елочка раньше была. Вообще. Ой. Ну все, все. Не могу остановиться. Хочу показывать и показывать дальше. У них еще обложки такие красивые. Посмотрите, атмосферный. На коньках люди катаются. Ммм, красота. И еще в таком исполнении у меня есть две части Шерлока Холмса. В тканевых обложках. Одна в тканевой, одна в обычных, потому что в тканевой не было. И у меня еще есть, конечно же, Алиса в Стране Чудес. Алиса в Зеркале тоже в тканевых обложках. Так, аккуратно. Давайте достану вторую часть. Посмотрите, зеркальце, которое достается. Это у нас, оказывается, закладка. Ой, тоже такая красивая. Я очень хочу теперь прочитать Алису именно вот в этом варианте. Листая, открывая всякие разные вкладыши. Помимо того, что здесь сама история, здесь еще разные интересные факты по произведениям. Это, знаете, те книги, которые, мне кажется, будут переходить из поколения в поколение. И это вот действительно такая вот история. Очень ценные книги, которые я вот храню, как зеницу ока. Далее у меня здесь прекрасные, милые зайчики. Брылочек из Казани с котенком. Ой, в такой тибетейке прикольной. И здесь у меня набор открыточек с эльфами, которые я часто использую, когда отправляю кому-нибудь подарочки. Когда в телеграм-канал их розыгрыши провожу, отправляю обязательно открыточку еще вот отсюда. Но они здесь очень миленькие. У меня, вот смотрите, еще вон там вот стоит открыточка с девочкой. Это уже как раз из этого набора. Ну а сзади прячутся книги Агаты Кристи. У меня много ее книг, много прочитанных. Но самое любимое это Смерть на Ниле. Это Десять негритят. Убийство Роджера Экройда. И что еще? Убийство в Восточном экспрессе, конечно, сто процентов. Но самое-самое любимое Десять негритят. А вот что понравилось не очень, такая-то труб в библиотеке не сильно впечатлило. Не сильно впечатлило зло под солнцем. И что еще? И Убийство по алфавиту. Ожидала большего, в итоге догадалась, кто завершил убийство. Такие вот дела. Но я надеюсь, что еще следующая книга Агаты Кристи, которая у меня в планах, они меня уже не разочаруют. Вот, например, в следующих планах у меня Смерть в облаках. По вашим советам. Ниже у меня тоже расположились такие зимние истории. Это серебряные коньки. Тоже ее положила для поднятия новогоднего настроения. В книге тоже такие атмосферные. Есть иллюстрации. Смотрите, какие красочные, потрясающие. Буду читать, я думаю, уже в следующем году для поднятия новогоднего настроения. Также у меня тут есть такой позитивный комикс. Это комикс почта вообще. И он такой вот тоже красочно яркий. И он именно такой, знаете, с юмором. То есть здесь даже особо нечего читать. Даже диалогов нет. Ну, чисто все в картинках. Но он очень и очень позитивный. Здесь у меня лежит блокнотик, в котором я пишу все свои идеи для роликов. Разные сценарии. В общем, все-все-все, что связано с роликами у меня хранится здесь. Такой мой рабочий блокнотик. И ручка отсюда выпала, чтобы всегда под рукой у меня была, лежит ручка. Дальше здесь у меня всякие разные мерчи тоже по книгам. И здесь у меня вот вообще просто все. Все-все-все, что только можно. Это у меня тут романы всякие разные стоят. Здесь у меня Орлеан стоит, который я не люблю. И обзор есть на моем канале подробный. Но есть книги, которые мне понравились. Например, Коллекционер. Я обожаю. Мне понравился Белый сокол. Софи Соломоновой. Тоже интересная книга. Интересная книга 43 дня до конца. Вот Секрет небесный туда же стоит. Как-то хотела сделать обзор, но уже не знаю, актуально или нет. Так что вот такие книжки. О, еще здесь точно же стоит у меня Рождество. Вот, канун Рождества. Розамунда Пилчер. Очень люблю эту историю. Одна из самых любимых для поднятия новогоднего настроения. Тут у меня даже энциклопедия мудрости стоит, чтобы вы понимали. Но в этой книге собраны цитаты разных авторов. Классики очень много. Тут и цитата Скаруальда есть. И цитата Толстого. В общем, очень-очень много разных авторов. И за это я очень люблю эту книгу. Иногда вдохновляюсь и читаю цитаты отсюда. Здесь у меня книга. Щелкунчик, конечно. Щелкунчик моя самая, наверное, любимая новогодняя сказка. Поэтому я не могла упустить такую возможность, чтобы эта книга стояла на моих полочках. В таком красивом издании. Именно, знаете, как иллюстрация, которая ассоциируется здесь. Смотрю как отрисовка. Очень милая. Мы, кстати, в этом году уже не ходили в театр на щелкунчика. Это было так здорово. А в следующем году теперь в планах прочитать вот эту книгу. И здесь у меня пока что прячется. Это у меня азиатские всякие разные книги. Здесь у неё маньхуа, манго и просто романы. Например, здесь у меня манго. Доктор Клоун. И также вот такая вот милая книжка. Посмотрите. Про ресторанчик, где готовят суши. Роллы. Такая должна быть очень атмосферная, уютная история. И, в общем, разные тоже романы. Что могу этого выделить? Я в том году, уже в конце года, познакомилась с маньхуа. Прочитала маньхуа Нилы. А теперь просто посмотрите на эту потрясающую рисовку. О, я обожаю, обожаю. Мне очень понравилась история. Но ещё больше мне понравилась вот эта книга, потому что она менее предсказуемая. Вот, это когда параллельные пересекутся. И в этом году уже должен выйти и в том, второй том. Этой маньхуа. Почему-то хочу сказать всегда манго, не таши маньхуа. Вот этой вот, вот этой вот. Поэтому я их жду. Но это вообще. Она и с юмором, и с классным посылом. И классная тут любовная линия, которая строится ещё из прошлого. Я такие любовные линии обожаю. Здесь, на самом деле, все тоже как бы похожи сюжеты. Это тоже любовная линия из прошлого. Но всё-таки я вот так вот сравниваю. Это посильнее. Хотя и это тоже интересно. Рисовка обалденная. Тут ещё у меня манго из Фикс Прайса даже есть. Научное доказательство любви. Как-то было интересно почитать. И манго, которое я читала по моему любимому аниме. Одному из самых любимых аниме. Это очень приятно бог. А сейчас моё самое, наверное, любимое аниме. Это Семья шпиона. Так что возьмите на заветку. Просто потрясающе, очень доброе аниме. Тут у меня книги вот этого кислорода. Тут новенькие нано-машины. Рассекай ветер. Спортивная новелла. И вот это тоже меня очень заинтересовало. Вот. Это и завтра буду любить тебя. Буду знакомиться. А если поднимемся выше, здесь у меня тоже продолжение. Здесь у меня благословение небожителей. Конечно же, у меня здесь все пять томов. Не хватает только шестого. В скором времени у меня тоже появится. И у меня на канале будут выходить, как из Гарри Поттера, влоги с этими книгами, со всеми моими эмоциями. Также у меня здесь злодейский путь, который тоже в планах у меня на прочтение. Белая рыба. Так, это было страшно. Извиняюсь. Белая рыба. И очень люблю вот эту тревогию. Это Алла Зиман. Это Мария. Очень-очень классно. Здесь такой потрясающий герой, ребята. Ну, значит, нет, девочки. Девочки, здесь потрясающий герой по имени Шира. Поэтому просто хватайте эти книги и знакомьте Шира, потому что он потрясающий. А здесь у меня, кстати, вот такая вот открыточка. Новогодняя, красивая. И свеча, на которой написано «Любите». Это очень-очень важно. Такая вот еще милая парочка. Ну, а если мы двигаемся дальше, здесь у меня открыточка из Питера. Вот. Такая вот она. Потрясающая. Очень ее люблю. И здесь у меня такие вот комиксы. Это комикс «Быть книголюбом» и комикс «Быть вместе» от Дебитан. Вообще, я думаю, что вы сто процентов видели вот эти вот комиксы где-то на просторах интернета. Это вот именно чисто про книги, про книголюбов. Тут такая же зая. Я бы даже выделяла самые жизненные моменты. Вообще. Ну, так классно. Очень крутые комиксы. Этот я вообще нашла в Курске. Я его очень захотела. И когда я приехала в Курск, я его нашла в одном единственном читай-городе. Представляете? Я была так счастлива. Поэтому я просто за ним побежала и схватила его. И также «Быть вместе». Это уже про отношения. Мы читали его вместе с Женей. И тут такая же зая, что мы смеялись вообще, ухатывались по голосу. Даже вот эта вот картинка. Это просто мы. Это я, а это Жень. Вот. Ой, очень упала. Это вот просто мы ночью. Вот правда. Просто, ребята, нотка ностальгии. У меня раньше даже вот этот канал назывался, знаете, как «Один ЛПС». Просто факты обо мне. Чем был раньше мой книжный канал? Я снимала про ЛПСов. Это было раньше очень модно. Вот. Я была в теме. Ну, как, очень модно. Просто некоторые увлекались ими. Я в том числе. Так, куда он с телефона покатился. Некоторые увлекались ими. Я в том числе. Даже вот YouTube-канал про это я вела. Смотрела других блогеров. Я помню, я так сильно хотела эту кошку. Это называлось «Стоячки». Я помню, я так сильно ее хотела. Но когда я уже смогла позволить ее себе купить, заказать, там накопить денежку, это было уже спустя, наверное, год. Я очень долго на нее копила деньги. Для меня это было раньше очень дорого, сколько она стоила. Там тысячи, стою рублей, полторы тысячи. Да, такую маленькую фигурочку. И в итоге я накопила деньги. Я помню, я купила. И все. И потом, буквально там через несколько месяцев, перестала увлекаться этими игрушками. И я такая, хм. А недавно я нашла ее, опять же, вот в своих игрушках. И думаю, ну, е-мое, ну так сильно я ее хотела. Она заслуживает стоять на моих книжных полках. Поэтому вот я привезла ее от мамы. И теперь она стоит у меня дома на полочках книжных. И вот такую вот ностальгию прям дарит. А здесь полка разных комиксов и графических романов. Здесь В, значит, Вендетта. Вообще, такой комикс, конечно. Это, наверное, ну, всем комиксам комикс. Так, давайте достанем. О, вообще. Это Алан Мур. Ну и посмотрите на этот комикс. Какого он, во-первых, размера, да? Это графический роман. И какой он внутри. И мы же, они его и читали, и смотрели фильм. Заметили отличия. И то, что в фильме было добавлено, что было убрано. И это было очень и очень интересно. И вот мы теперь сполна знаем эту историю. Непростую историю. Здесь, наверное, каждую книгу нужно доставать и показывать. Потому что вот, например, у меня еще есть книга Дориан Грей. Это графический роман по классическому произведению. И тоже, гляньте, какой он внутри. О, май гад. Что это за красота такая потрясающая. Здесь Арика Морти. У меня даже здесь дневник. Третий по Gravity Falls. Мы смотрели Жене, ловили ностальгию. И поняли, что он нам нужен. Когда мы смотрели мультфильм, пересматривали. И теперь он у нас. Мы прям смотрели мультфильм. И, бывало, открывали вот этот комикс. Я даже не знаю, как назвать это. Ну ладно, это не комикс. Это вот именно полноценный дневник, как из мультфильма. И мы его открывали, смотрели какие-то моменты. И так классно вообще. Прямо вот вещь из мультфильма в наших руках. Здесь у меня еще творчество Лапутин, которую я очень люблю. Это комикс Cotton Tales. Вот, например, покажу вам первый том. И гляньте на эту рисовку. Какая у нее эстетичная рисовка. Какие здесь пастельные, невероятно красивые. Иллюстрации. Вот. Хотя сюжет я не сильно, на самом деле, полюбила в этих книгах. Но я влюбилась в рисовку Лапутина. Она меня так вдохновляет. Поэтому у меня есть Фрэнсис, которую я тоже читала. У меня есть Эйфир. А это именно арт-бук. Это чисто арт-бук с разными очень красивыми иллюстрациями. И он 18+, не просто так. Потому что там есть такие откровенные картиночки, знаете. Но это прям искусство. Очень красиво. И также Алиса в стране чудес тоже от Лапутин. И она рисовала вот такие вот потрясающие иллюстрации. Очень и очень красиво. Даже вот прям хочется перечислять Алису и в этом издании. Дальше у меня в планах скоро предание Олимпа. У меня тоже классные графические романы. Здесь у нас именно греческая мифология, боги. И вот о них у нас и пойдёт речь. Как на новый лад истории. У меня тут даже есть вот такие вот комиксы. Очень интересные. Это у нас DC. Это Женщина-кошка и Чудо-женщина. Также у меня ближайший план дневник Анны Франк прочитать. Вот этот вот маленький комикс Школа от Баббл. И также вот этот вот тоже потрясающий. Это маленькие моменты любви. Катана-комикс. И здесь очень милые моменты. Тут именно больше всякие разные штучки. Всякий разный юмор, который происходит между парами. И вот это автор Катана. Она очень классно всё показала в этих картинках. Забавно, безумно. И мы Жене тоже его посмотрели и посмеялись. Ниже у меня открытки. Например, Зимний чудесам. Там у меня разные новогодние открытки. И вот такая новогодняя открытка с милым котиком. А ещё, посмотрите, что у меня здесь есть. У меня здесь есть Аня из Аванлея. Я вам показывала вначале саму Аню из Аванлея в другом издании. У меня ещё есть вот в этом. Кстати, интересно, что первой части вроде бы в этом издании нет. По крайней мере, я его не находила. Но зато есть вот такой. Я его взяла тоже чисто для своей коллекции. Потому что для своего издания книга стоила не так дорого, когда я её покупала. Ну и я не могла без неё уйти. Она очень красивая. А я обожаю эту историю. Поэтому не могла, не могла упустить. Смотрите, какая тут Аня смешная вообще. И тут ещё милованные странички. Очень приятные. О, ещё очень интересная книга. Это «Гиблиотека». Это гид по всем историям, по всем мультфильмам студии «Гибли». То есть здесь у нас и «Тотера» есть вот как раз-таки. Здесь у нас по творчеству Хаяо Миядзаки есть. Это вот «Унесённые призраками», «Ходячий замок». В общем, все такие культовые мультфильмы, которые мы можем вспомнить, они здесь есть. Это так интересно. Я смотрела «Унесённые призраками», потом читала про него. Это было так здорово. Узнать больше про создание вообще суперинтересно. И дальше здесь у меня стоит книга Королина Нила Геймана, которую я люблю и много-много раз перечитывала. И дальше у меня здесь серия «Страна сказок». Это у нас сказки, такие ретеллинги сказок. Тут много разных-разных и принцесс, и сказочных персонажей. Главный герой — два близнеца. И, в общем, здесь у нас вот другая сторона, страна сказок, куда они отправляются. И там их ждёт очень-очень много путешествий. Обожаю эту серию книг. Мы с героями в каждой книге растём. И это было невероятное приключение. Я уверена, что как-нибудь я буду пересчитывать эти книги. Ну и ещё здесь у меня стоит отбор Кирыка, с книги, с которых не то чтобы началась моя любовь к чтению, но это одни из моих самых первых книг, которые я прочитала. Поэтому тоже их я очень сильно люблю. Хоть и не простенькие, но я вот их люблю отдельной любовью, и мне кажется, никогда никому не отдам. Вот они мне прям согревают сердце, когда я их вижу. Они мне очень понравились в своё время. Они мне понравились до такой степени, что мне потом снился Максо, главный герой из этих книг. Он мне снился. И я думала, что я одна из вот этих вот девушек-претенденток на его руку. Вот. В общем, кто читал, тот понял. А вот, кстати, бывает такое, что вам снится сон, и вы попадаете в какую-то историю, в какую-то вселенную. Я мечтаю попасть в вселенную Гарри Поттера. Я вот сейчас читаю, каждый день перед сном думаю, господи, пожалуйста, можно я попаду в Хогварт? Нет, почему-то я туда не попадаю во сне. И это очень печально. Следующая полочка у меня посвящена автору Анне Джейн, а именно её подарочным книгам. Ещё мы придём, да, к книгам Анны Джейн. Скоро у меня тут ещё появятся книги в этом потрясающем издании. У меня есть «Мой идеальный смерч», «Небесная музыка», «Музыкальный приворот». Посмотрите сейчас. Давайте вот открыточка, про которую я говорила. Да, голуби у меня тут стоят. И посмотрите, какой срез в этой книге. Божечки, это же вообще... Это что-то волшебное и невероятное. Вау, 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 вау. И вот не так давно вышла следующая часть «Музыкального приворота». Как раз-таки я её жду на своей полочке, должна ко мне скоро приехать. Я обожаю Аню, её творчество. И эта полочка у меня даже вот чисто, знаете, как память этому аферу, потому что она для меня очень многое значит, поэтому я выделила вот целую полку под вот это издание. А ниже у меня здесь немного психологии. Ещё мы увидим психологию на другом стеллаже. И вот на той полочке. Но здесь вот у меня есть что-то интересного. По Пиксарту книга. Обожаю эту студию всем сердцем. Головоломка, Вали, История игрушек. Всё-всё-всё в сердце. «Волшебная лавка». Тоже очень интересная книга. «Пять языков любви». Такая практичная книга, которой я постоянно возвращаюсь. Очень классная книга про отношения. Это вот одна из самых полезных книг про отношения, которые я читала, поэтому от души могу посоветовать. «Крепче, чем ты думаешь?» тоже про отношения. «Серебряный воробей». Так, ещё что-то обнимение крепче. Тоже про отношения. Но, как вы знаете, она слишком замудрённая. Я забросила её. «Кафе на кровь земли» обожаю. Очень интересная книга. И она у меня... Сейчас покажу ещё в таком издании, потому что книга есть в разных изданиях. У меня вот в таком вот красивом. С таким вот срезом. И внутри... Сейчас вам покажу, какая здесь красота внутри. Здесь очень красивые иллюстрации. Смотрите. Очень, конечно, всё красиво выглядит. Поэтому, если будете покупать эту книгу, она классная. Поэтому советую вам покупать вот в этом вот красивом издании. Тут даже «Лисе» есть? Нету? Мне почему-то казалось, что есть. Но что-то я сейчас его не вижу. Наверное, всё-таки нету. Мне показалось. И ещё этот автор у меня есть. «Не ищите апельсины». Вот эта книжка. «Не ищите апельсины в чёрном поле». Она, наверное, даже более популярная. Я часто про неё слышала, но я пока сама ещё её не читала. Так, это у нас тоже очень интересная книжка. Дальше это «Япония изнутри» и «Южная Корея изнутри». Очень интересные книги про культуру, про внутреннюю жизнь. Внутренняя кухня вот этих вот всех стран у нас здесь показана от лица людей, которые там именно живут. Смотрите, даже фотографии есть внутри. Это интересно очень. Тоже книжка на реальных событиях и «Тайная жизнь пчёлы». У меня здесь стоит. Посмотрите с вами этот стеллаж. А теперь передвигаемся на вот этот. Он точно такой же, как вон тот. Так интересно, вот этот, как вон тот. Ну, в общем, вы меня поняли. И начнём мы с верхней полочки. В последней реорганизации я прямо навела порядочек. Мне всё очень нравится. Здесь у меня стоит такая вот девочка-подставочка с сердечком. Там, на самом деле, лежит всякий хлам. Просто всё, что можно нить, всякие симки, крючочки для гирлянды. Ну, в общем, такая вот небольшая шкатулочка для разной мелочёвки, которая может пригодиться. У меня просто гирлянда, вот эта вот, которая на окне, она постоянно отваливается. И иногда нужны вот такие вот как раз-таки крючки для неё. У меня тут две книжечки всего от Popcorn Books. Стоят, остальные у моей мамы хранятся. Далее книги от Inspiria. Вот эта мне понравилась, хотя первая часть этой книги мне совершенно не понравилась. Вот так вот бывает подкасты бывших, пока не читала. Соблазн, говорят, что это вообще, конечно, отдельная история. Но мне почему-то хочется, хочется, знаете, иногда покринжовать. Вот, и прочитать, познакомиться. Вот эту книгу хочу как-нибудь прочитать очень сильно. Вот, достала её из сезона прогулок босиком. Так, ещё вот книги, с которыми мне только хочется познакомиться. Вообще никак до них не дойду. Ну, вот эту показала в «12 забытых книгах» о Диларю. Из «Древой жизни» Диларю очень хочется познакомиться. Вожатый брала с собой на море, но как-то она меня разочаровала, и я её не смогла дочитать. Ожидала всё-таки большего. Это очередная, знаете, история такая, очередной банальный роман. Держись от него подальше. «Жизнь по обмену», «Академия весны». И также книги Эммы Хармона «Мне только в планах». Это вот «Потеряные сердца» имени Алиса показывала моё в планах. «Щепотка магии», такие волшебные книги. Я вот обожаю, просто обожаю первую часть. Она мне невероятно понравилась. Здесь у нас про сестёр, которые отправляются тоже в путешествие. В общем, здесь такая семейная, тёплая, добрая история, чем даже мне маленьких женщин напоминает по атмосфере. А вот вторая часть мне уже не так сильно понравилась, хотя там уже выходит продолжение, вроде бы уже и третья, и какая там четвёртая часть вышла. Но первая часть мне понравилась больше. После того, как вторая часть меня немножко разочаровала, как на самом деле особо и не хочется читать продолжение. В общем, остановилась, как знаете, на первой части. Вот она мне понравилась, и всё, думаю, ладно. Потом уже читать дальше не буду. Тут ещё «Найдите Лейлу». Такая серьёзная книжка, такие серьёзные темы поднимала вообще. «Опечательница Дамуса. Тайна последнего предсказания». Интересная такая мрачная книжка. Под 14 дней до хотела прочитать до Нового года, но не успела, к сожалению. Также от «Лукова с любовью» начинала читать, но как-то мне так стало скучно в моменте, что пока что я её отложила. «Опечательница каникулы на лето» у меня в планах, и весь этот мир читала очень давно ещё, когда выходил фильм. И тогда, конечно, я осталась в восторге от этой истории и от фильма. А ниже у меня тут всё более красиво. Очень люблю эту полочку. Так, давайте вернём на место все наши шкатулочки, чтобы они не мешались. И здесь у меня лежат наклеечки. Посмотрите, какие вообще. Это наклеечки, которые приходили от моей подписчицы. Посмотрите, какие они прекрасные. Она знает, что я люблю семишпионы. И вот она мне отправила. Спасибо, Миф, тебе большое. Мы ещё вернёмся к этой потрясающей девочке. Вот, ещё вам про неё расскажу, потому что она осуществила одну мою мечту просто. Но скоро увидите, узнаете, что это. Так, дальше у меня здесь открытка по «Ани Джейн». Твоё сердце будет разбито. Здесь у меня запах клевера. Это относится у нас к вот этим вот книжкам. Тут у меня закладочка «Эйфелева башня», которую я привезла из Парижа в 2014 году. Так что вообще память невероятная. Я из самого Парижа привезла, представляете? И ещё тут у меня милые наклеечки такие новогодние лежат. Вот, чтобы не потерялись, храню их здесь, потому что они мне сейчас пригодятся для блокнотика. И раз мы с вами заговорили про Париж, давайте я покажу, что у меня здесь стоит. Потому что вот эта вот, например, закладочка, она по книге Даны Дулон. И здесь у меня стоит новогодняя история «Драма Квин», которая у меня в планах в ближайшее время. «Драма Квин» или «Переполох на школьном балу». Супер атмосферная книжечка должна быть. Вот, поэтому она у меня в ближайших планах. Я Даны Дулон очень люблю, поэтому у меня от неё есть все вышедшие книги. Это «Поднём Парижа», «Непрожитая жизнь», «Падающая звезда», «Шестое чувство», «Артурл и Адель», «Валентин», «Будь моим», «Борёй ледьмы», «Привычка ненавидеть». И всё это у меня прочитано. Больше всего я люблю «Шестое чувство», «Падающую звезду» и, наверное, «Непрожитую жизнь». Вот их могу выделить. Недавно читала «Будь моим» и «Валентин», но «Будь моим» мне понравилось больше. «Валентин» как-то показалось уже чуть затянуто. А ещё здесь вот у меня, посмотрите, какая красота лежит. Это у меня открыточки. Открыточки и закладки по Дане Делон, которые теперь я тоже отправляю в разных подарочках. Очень красиво-свердые открытки здесь. И также по Ани Джейн, а именно по циклу «Нежеланная невеста». То, что наклейки, открытки, закладки тоже у меня теперь отправляется победителя в моих розыгрышах, потому что не так много всяких открыток, поэтому вот кладу как бонус победителям, чтобы было более приятно. Здесь у меня привычка ненавидеть. «Лавандовая ветка и сердце лета». Я читала «Сердце летом» этим летом. Мне, в принципе, понравилось. Вот поэтому в планах «Лавандовая ветка». Дальше «Тиле Колт», еще поцелую, в который невозможно забыть, когда мы упали. Суперстеклянные книги, которые поднимают важные темы. Особенно здесь вообще была понятна тема «Анорексия». Обожаю. Даже вот, смотрите, по количеству стикеров можно понять, что здесь было очень много моментов, которые мне понравились и запомнились. Ну и также здесь у нас автор Эмо Скотт. У нее моя самая любимая книга «Это среди тысячи слов». Я просто обожаю. За эти темы, опять же, которые здесь подняла автор. Также мне очень понравилось «Затянуться до звезд и зажечь небеса». А вот немного разочаровала меня книга «Девушка из песни», но все равно благодаря вот этой книге и вот этим я хочу дать автору еще шансы, потому что на эти книги вообще обожаю. Так что вот у меня в планах другие ее книги. И следующее у меня, скорее всего, на планы, это «Стань моим завтра». Двигаемся дальше. Здесь у меня супер насыщенная полка. Это полка, посвященная Ани Джейн. Как тоже, знаете, память для меня это полка. Я ее обожаю. Здесь у меня разные магнитные закладки с героями. Это «Из твоего сердца будет разбито», это «Из нежеланной невесты», это у нас «Из фанатки» и «Восхитительная ведьма». Конечно же, господи, недавно сделали анонс о полке «Восхитительной ведьмы». Просто видели эту красоту, увидели эту красоту. У меня даже есть вот такие вот, Таня и Олег, видят туэточки. Поэтому книгу я 100% буду себе покупать. Тут у меня еще свеча по «Звезде чёрного дракона» стоит открытка. Твоё сердце будет разбито. Тоже открытка оттуда. У меня даже есть вот такие потрясающие тетрадки по этой серии. Есть читательский дневник Анны Джейн, который я в скором времени планирую заполнять. И да, вот такой вот бантик, который украшает эту полочку. Что у меня тут по сериям? У меня тут даже книги в нескольких экземплярах есть. Например, у меня «Твоё сердце» будет разбито в этом издании. В этом также у меня еще есть подарочное издание, которое я пока что одолжила, но оно ко мне скоро придет. У меня вот «Наследие чёрного дракона» вот в этом издании есть. Есть вот в этом вот издании. И что еще у меня здесь есть? Ну, здесь у меня «Северная корона» стоит в таком стареньком вообще издании. Здорово на это, посмотрите. Тут у меня «Кошмар основ любимая». «Мой идеальный смерч». Дальше «Музыкальный приворот» вся части. Музыкальная тоже серия. Это «Небесная музыка», «Небесная музыка», «Луна». Тоже очень её люблю. Кстати, «Музыкальный приворот» у меня не весь дочитан. Прочитана только первая часть, остальные пока что ещё нет. Я их прям храню, и читать жалко, если честно. Дальше «Серия мы искры» вот эти вот три книги про дракончиков. Это вот эти вот три книги. Дальше «Люблённая и высветная ведьма», конечно же. «Любовь и ненависть» там стоит. И также «Поклонник». Это, естественно, у меня всё прочитано. Тут у меня ещё вот открыточки в нескольких экземплярах, точнее закладочки. Здесь у меня ещё открытка «Пот по сердцу будет разбита». И даже такая милая маленькая закладочка, смотрите, которую мне ещё Аня отправляла очень давно. Здесь вот такая открытка с её книжками. Очень красиво выглядит, очень миленько, поэтому стоит на моих полочках. А, кстати, у меня ещё наследство чёрного дракона вот в этом издании есть. Поэтому две книги в одном издании. Я изначально читала в этом издании с коронами, думала его собирать, но в итоге потом с драконами издание покорило моё сердце. Поэтому в этом издании книга у меня есть, даже вот с закладками, потому что именно в этом издании я её и читала. Но сейчас она украшает мою полочку. И здесь у меня полочка с книгами от «Зальства Ротман». «Кислород». Тут у меня вот такой милый дельфинчик по книге «Алабрис», которая вот здесь вот стоит. Прекрасные гипсофилы. И также у меня свеча по книге «Белый сокол», которую мы с вами встречали на прошлых полочках. Здесь у меня стоят потрясающие часодеи, которые я обязательно как-нибудь перечитаю. Все-все книги, потому что тоже это одна из моих самых первых серий, которые я прочитала в принципе в своей читательской жизни. Дальше у меня даже есть дополнение «Часодейная книга», которую, по-моему, тоже очень и хотела, я не мечтала. И мне ее подарили на какой-то праздник, уже не помню на какой, и я была так счастлива. Тут у меня четвертое крыло, которое шумело везде. И вот скоро выйдет вторая часть, будем читать. Хоть и первая меня вызвала смешанные эмоции, я снимала с этой книгой 24 часа чтения, но все равно продолжение жду, пацан, потому что концовка была неожиданной. Тут у меня трилогия «Навиа», которая в планах, также «Варта» тоже в планах, и у меня Герман и Тамара Рыльские авторы, я обожаю у них книгу «Гретель», это ритейлинг на сказку «Гэнзель и Гретель», обожаю «Взломать смерть» тоже у них, ритейлинг на историю, сейчас скажу, какой, вот, «Синяя борода наши дни», посмотрите, как интересно, обожаю ритейлинги, поэтому авторы прям угадали с моими вкусами. «Нагдамбула», это вот с этой книги началось «Мой знакомый с авторами», после этого началась «Любовь», и дальше здесь у меня книги Татьяны Мустрюковой немножечко, их есть, «Радиуморок» начинала читать, но как-то не попала в настроение, поэтому буду пробовать читать ещё. «Таян», «Книжная кухня», тоже про неё рассказывала, что я её уже начинала читать, и, вот, давайте покажем, покажу вам эту книжку, потому что для меня она очень ценная, смотрите, смотрите, какая у меня здесь красота, это подписи от моих зрителей, я эту книжку навстречу, которую устраивала в Курске, вот, видите, что написано, пусть частичка Курска останется здесь, и котик, в общем, я попросила девочек написать вообще всё, что они хотят, и вот, тут даже кто-то котик нарисовал, но такая, конечно, эта память, такая эта книжка тёплая для меня, поэтому я её обожаю, уже просто так, «Лаприс», вот эти вот новые книжки, которые я привезла со встречи от кислорода, и вот эти, кстати, да, тоже новенькие, это у нас романы, «Монстр» тоже должна быть интересная книжка, ну, про них так интересно рассказали на встрече, поэтому я не могла без них уйти, а ниже на полочке у меня потрясающий милый мишка, познакомьтесь с ним с вертиком «Милашка», «Открыточки» и «Шестёрка ворона» в подарочном издании, но к ней мы ещё с вами обязательно вернёмся, здесь у меня стоит автор Керстин Гир, которую я обожаю, началась моя любовь с ней с трилогии «Таймлис», которую читала ещё лет в 14, в 13, сейчас мне 20, представляете, как это давно было, и вот недавно я у неё прочитала «Замок в облаках», а точнее зимой, и это было очень атмосферно, я брала её с собой в Москву, когда жила в отеле, и вообще 100 из 100 совпало с атмосферой, очень классная зимняя история, здесь тоже действие происходит в канун Нового года. Далее, «Книжные странники» Эмиктивна Глэйзер, я советую прочитать эту книгу всем подросткам, потому что она такая захватывающаяся, главная героиня, умеет путешествовать по книжным историям, упадает в разные, в разные книги, это так захватывающе, так интересно, плюс здесь любовная линия есть, и классный юмор. Дальше у меня все книги «Академия вампиров», говорила вам в 12 забытых книгах, что первая часть у меня в планах, обязательно буду читать. Так, «Сонный пепел», и «Кровь», и «Блин», очень люблю эту тоже оттилогию, эту серию, я так давно читала, что даже не помню, будет ли продолжение, но вот смотрите, у меня здесь продолжение будет, почему-то я сказала «Девлогия», продолжение будет, я вспомнила, вот подержала, и знаете, как загрузка у меня произошла, вспомнила, что происходило в этой книге, здесь даже, смотрите, тоже мой старый ник оставлен, отзыв оставляла на эту книгу, когда меня автор написала, я была счастлива, просто безумна. Здесь у меня стоит серия «Золотов темно-ноши», которую я пока что не читала, от Лея Арда, но, естественно, я у нее читала «Мару» и «Морок», и «Дополнительная часть», я читала, вы знаете, потом как-то на эти книжки хейт выделся, что это не очень книга, и обзоры разные блогера записывали, где бомбили на эту книгу, как она плохо написана, но не знаю, когда я читала ее, это было, опять же, в подростковом возрасте, когда мне там было лет 14-15, для меня это было вообще чем-то вау, и любовная линия, обычная, которую я нигде не видела, и такая героиня интересная, вообще, столько здесь было загадок и тайн, что я, на самом деле, на все недочеты, закрыла вообще глаза, я не видела их, и осталась в огромном восторге, ну, и здесь у меня «Либордуга», это вот это вот шикарное подарочное издание «Шестерки воронов», которое с потрясающим срезом, еще у нас, вот смотрите, все герои, я обожаю «Шестерку воронов», какая красота, я обожаю эту книгу, поэтому тоже не могла упустить возможность и не купить вот это вот прекрасное подарочное издание, посмотрите еще, как оно сзади выглядит, когда мы открываем, вот так вот, смотрите, тут у нас прячутся наши персонажи, как же это красиво, я помню, когда прочитала эту серию, эту идеологию, я просто влюбилась в персонажа по имени Касс, вообще, и вот, «Шестерка воронов» как раз-таки в обычном издании, «Тени Кость», я тоже читала, она мне уже понравилась, не так сильно, и также, например, «Девятый дом», «Стетли Бардука», еще в пленочке, мне недавно совсем подарили, буду знакомиться. А еще, знаете, когда я узнала про «Тени Кость», я такая думала, ура, книга, где главная героиня по имени Алина, я думала, ничего себе, впервые увидела книгу, где главную героиню зовут Алина, и это, наверное, самая глупая главная героиня, которую я встречала в книгах, вот такие она тут поступки делала, я думаю, ё-моё, ну почему, почему, наконец-то я нашла главную героиню с имени Алина, она еще и по внешности как-то чуть на меня похожа, только у нее волосы прям вообще блондинка-блондинка, она, и я думаю, ну все, здравствуйте, до свидания, спасибо большое, то, что власть, главная героиня с имени Алина, знаете, он как-то прикольный, там читаешь, где-то с собой даже ассоциируешь, а тут мне очень не хотелось с собой ассоциировать, и самая нижняя полочка, здесь у меня еще один мишка, я, еще один факт обо мне, я обожаю плюшевых мишек, вот, дальше идет открыточка, очень милая, которую я вот писал Женя, на Новый год с подарочком, она лежала, с таким милым дракончиком, и здесь у меня стоит серия по ту сторону реки, которую я обожаю, это единственная серия, которую я полностью уже успела пересчитать, это тоже уже было года два назад, но я обожаю, такая атмосферная для меня летняя серия, Эйрыш, наоборот, такая осенняя книжка, тоже классная, даже обложка такая, смотрите, осенняя, классная фэнтези, это уже с любовной линией интересная, книги Нины Луквин, у меня их тоже достаточно много, мои самые любимые это Ботаники не сдаются, она очень позитивная, также есть как бы продолжение, но уже про других персонажей, это охота на ботаника, просто, тема, да, похожая, а еще, кстати, в книгах очень милые формицы, посмотрите, какие миленькие, очень, мне даже стикеры есть, но уже не так сильно понравилось, Зимний с Умалинки, очень люблю, тоже зимняя атмосферная история, и здесь у нас уже более взрослые персонажи, более взрослые проблемы описывались, и это мне понравилось, вот, а следующие книги меня впечатлили уже не так сильно, вот только ты тоже прикольная, вот эти две уже не так сильно впечатлили, а с этой пока еще не знакома, еще у меня здесь есть Мария Свешникова книги, это артефакты, и квартира номер 41, эту книгу я люблю, у этого автора очень классный слог, и я в ее книгах выделяла много разных цветов вдохновляющих, здесь у меня книги Сайра Джилл, ежевечная зима, которая вызвала противоречивые эмоции, а вот Луна Тропа, она с такой книжной, эстетикой, с книжной атмосферой, мне она понравилась, еще о Сайра Джилл, у меня вон там вот книжка есть, это Целеный ветер, мне она очень понравилась, и Утреннее сияние мне, мне тоже не понравилось, нет, я пока что еще ее не читала, дальше у меня здесь книга После тебя, вторая часть, первая часть у меня тоже есть, она прочитана, я отдала сейчас ее почитать Жениной маме, а вторую часть я купила себе совсем недавно на огромных скидках, поэтому она немножко, конечно, потрепанная, но зато купила я ее очень-очень задешево, и также здесь у меня книги разные из Фикс Прайса стоят, и моя самая любимая отсюда это Париж всегда хорошие идеи, я прям вспомнила, как я сама была в Париже, когда читала эту книгу, и также здесь вот еще стоит 13 сказка, вот она, тоже ее очень люблю, ну здесь у меня тоже книги Джо-Джо Мой стоят, кстати, да, вот эту книгу я читала этим летом, ну уже в прошлом году, да, 1 плюс 1, очень интересная история, такая жизненная, простая, но меня она этим и зацепила, зацепила своей простотой, вот эту книгу никак не соберусь прочитать, она должна быть очень тяжелая, и вот еще Париж это хорошая идея, пока что еще не читала, так что вот такая вот полочка, все, эту полку мы с вами тоже посмотрели, а теперь поднимаемся выше и посмотрим вот эту полочку быстренько, потому что здесь есть не только мои книги, но и Женины, здесь у нас нон-фикшн собрался, здесь вот еще стоит вот так вот красиво, лав, и с фотоальбом, который подарила Жене, давайте покажу вам одним глазком, одним глазком заглянем, покажу вам, какие тут разворотики сделала, так давайте, вот, например, свадебные разворотики, я тут все красиво оформила, тут еще у вас путешествий, смотрите, наши путешествия самые первые, и в разные-разные тоже я моменты теперь сюда вклеиваю и распечатываю вот такой вот милый альбомчик, чуть-чуть вам показала, вы немножко туда заглянули, так, дальше, сверху здесь у меня вот 7 навыков высокопестивных людей, которые вам показывала в планах, хочу, очень хочу прочитать, атомные привычки тоже, в общем, здесь такая, знаете, прям база, самый богатый человек в Вилоне, думай, медленно решай, быстро, книги, которые, ну, мне кажется, про них все слышали, такая база психологии, «Твой путь к богатству», в общем, здесь вот всякие-всякие разные книжки, пишет «Закорощающе», «Хочу прочитать», «Любовь к несовершенству», Женя мне ее очень сильно советует, и еще вот там вот стоит Женя на 1984, внах, как обложка, у меня, но в твердой есть на полке, тут у нас целая серия вот этих вот книжек, «Живи», «Нельзя», «Не тупи», «Не сын», «Не ной», «Очень интересные», Женя говорит, поэтому тоже буду с ними знакомиться, «Рестарт» Ирины Хакамада, так что еще тут есть, ну, в общем, такие вот книги, «Подсознание», может, все эту книгу я читала, мне она понравилась, «Черная лебедь», «Антихрупкость», тоже, база психологии, «Магия утра» из такого прям популярного, а еще вон те вот книжки с такими мишками, «Мужские правила», «Тонкая звука, «Посредпетагизма», и все хреново», вот, еще «Гормоны счастья», тоже классная книга, в общем, всякие разные инфикшн, «Есть». Ну что, все книжные полки вам показала, теперь мы с вами направляемся уже в другую комнату, будем смотреть последний стеллаж, новый стеллаж, который я еще в формате книжных полок ни разу не показывала, не показывала подробно, что у меня там стоит, поэтому это, конечно, фото войне интереснее, поэтому пойдемте туда. Ну что, заходим с вами в новую комнату, и вы готовы? Готовы выйти в новый стеллаж? Мы закрываем дверьку, и... Та-дам! Да, с последнего видео этот стеллаж уже поменялся. Такой у нас теперь потрясающий, красивый стеллаж с гирляндой. В будущем, как говорилось, будет целая книжная стена, поэтому гирлянда вот эта вот вся, которую мы пока намотали вот так вот, вот так вот, она пойдет на другие стеллажи. И, кстати, да, стеллажи у нас стоят на кухне, и после того, как я сняла реорганизацию, многие стали, естественно, переживать за книги, что как-то книги стоят на кухне, они же будут портиться. Ну, вот уже две недели они у меня стоят так, ничего не портится, но все почему? Потому что, во-первых, я не так часто готовлю на кухне, потому что часто я в работе, и единственное, что мы здесь делаем, это завтраки, которые готовим на плите. Ну, и, естественно, еду тоже бывает готовим, но это бывает не каждый день, прямо вот так вот, регулярно. ну, и плюс мы постоянно включаем вытяжку, то есть без вытяжки мы не готовим, поэтому весь пар он ходит в вытяжку, так что книги не портятся, так что я это все порадумала перед тем, как ставить сюда стеллаж, а так, конечно, да, книги могут испортиться, если вытяжка не работает, если пар будет идти постоянно на книге, но это будет ужасно, они будут впитывать запахи, а вытяжка, она же как раз убивает все эти запахи, поэтому все с книгами у меня будет хорошо, не переживайте. Начнем, как всегда, с верхней полки, здесь у меня вот еще как раз полочка нофикшена, как я вам оговорила, здесь у меня стоят книги от Smart Reading, это потрясающие книги, где вот в одной книге есть, например, ой, сейчас покажу, давайте, ладно, сейчас застану аккуратненько, в общем, в чем суть этих книг, что здесь вот, видите, написано 50 лучших книг по саморазвитию, и суть в том, что здесь у нас действительно 50 лучших книг по саморазвитию в инфографике, инфографика, это вот такие вот иллюстрации, то есть нам в кратком виде рассказывают самую важную информацию из этих книг, например, здесь была книга, думаю, медленно, решая быстро, но она очень большая тело и тяжелая, да, в плане прочтения, здесь вы можете такие самые базовые вещи понять, посмотрев по картинкам и прочитать в краткое описание, это на самом деле очень круто, это очень удобно, что можно вот, конечно не так глубоко, но познакомятся аж вот с 50 книгами в одной, и вот у меня здесь несколько книг из этой серии, еще другие книги, в них очень книги классные, направлены на разные, и на детей, и на взрослых, и даже на родители, в общем, очень классные книги про познание себя, так, все, не та книга про разговоры, еще одна книга про разговоры, вот про эту книжку мне так давно рассказывала, здесь вот у меня любимый автор, это Ольга Примаченко, к себе нежно обожаю с тобой дома, про отношения тоже классно, все закончится, это нет у меня в планах, книги про уборку, они у меня отдельно стоят в такой коробочке, очень хочется с ними тоже познакомиться, к себе нежно, также у меня есть и в таком вот подарочном издании, конечно, так сильно люблю эту книгу, у меня тут даже наклеечка с Питером, есть городом, который очень для меня важен, так, что еще из интересного, здесь у меня еще всякие разные блокнотики стоят по саморасвитию, вот эту книгу буду все в ближайшее время, и еще вот эта вот интересная книга, тоже популярная 80 на 20, ниже моя гордость, это полочка со стильным кингом, и, ребята, вы видите вот это, вы видите вот это, вы видите, помните, сколько раз я говорила, что этой книги мне не хватает до целой коллекции, помните? и я только сегодня открыла посылку, которую мне отправила Миф, спасибо тебе большое, она мне отправила посылку с этой книгой, просто представляете, я была в шоке, всем привет, всем хорошего вечера, смотри, что я показываю, ух ты, это та самая книга? да, спасибо большое, подписчица, да, представляете, я вот говорила в своих видео, что я очень сильно ее хочу, и мне вот взяла, мое подписчице отправила, вообще, это просто что-то невероятное, спасибо, ты прекрасна, ты чудо знает, спасибо, я просто обалдела, когда увидела, я до сих пор не верю, да, я до сих пор не верю, что у меня вся темная башня собрана, ребята, так что моя гордость, все темная башня собрана, дальше у меня в этом издании есть оно, которое мне подарили мои подруги, упс, оно мне даже подписано, здесь сборники, рассказы «Сердца в Атлантиде», в планах у меня ближайших, лавка дурных снов еще у меня здесь есть, «Противостояние», еще один толстячок Стимена Кинга, который ждет моего прочтения, «Жеби Салема», и в принципе все, но хочу еще понятие в этой коллекции, чтобы вся полка у меня стояла именно только из этого издания. Вы лайк поставили? Я уже поставил, Алина так старается, так делает, ё-моё, я уже сам, у меня такая мотивация чтения, сейчас все читать буду. С чего начать, Алина, посоветуешь Стимена Кинга? Стимена Кинга с чего начать? Советую тебе, наверное, с «Зерномили» или с «Кэрри». Хочешь, чтобы у меня вообще полностью сердце разбилось, да? чтобы ты полностью полюбил Стимена Кинга. Я понял. Ты понял, что это за автор. Так точно, а вы как считаете, чего надо начать Стимена Кинга читать? Знаете, здесь вся книжная полка будет занимать всю мою книжную полку. Звучит, конечно, здорово. Ещё у меня здесь от Нила Геймана есть «Звёздная пыль». Посмотрите, какая красивая книга. После того, как она мне появилась, я теперь хочу собрать Нила Геймана тоже в этом издании. Вот, может быть, буду потихоньку тоже это делать. Но пока «Звёздной пыли» мне достаточно. Дальше у меня здесь «Сумерки» Стефани Майер, «Все части», «Плюс солнце Павловича». Тоже я снимала 24 часа чтения, который, к сожалению, как-то у меня не сильно зашёл на канале. Хотя я старалась, целая несколько книг с 24 часа, и там вот все эмоции свои рассказывала. Так что, если не видели, то будут рады, если посмотрите и поставите лайк. И здесь у меня свеча стоит. Тоже очень классная. Правда, уже заканчивается. Мне, кстати, тоже её подарила подписчица на встречу в Курске. Так что, тоже очень много памяти в этой свечи. Ниже у меня стоит разная фэнтези и немного романов. А ещё здесь у нас лежат наши Женни ежедневнички. Такие вот блокнотики «6 минут». Смотрите, какие они классные. Мы их сейчас стараемся заполнять каждый день. Вот как раз таки сидим на кухне и заполняем их. Так что, чтобы они были всегда под рукой, мы не забывали, я их положила прямо вот сюда. У меня здесь стоит книга «Вы найдёте это в библиотеке». Тоже из таких вот серий книжек, где у нас атмосферные истории. Но здесь вроде бы одна история. Вот. Да, вроде бы одна история под этой оплодочкой про библиотеку. Очень хочется почитать. Дальше здесь у меня серия, которую я читала уже достаточно давно. Это серия «Жестокий принц», которая очень популярная. Мне на своё время понравилась. Также книга «Ангелов». Тоже обожала. Мне тут столько стикеров в этой книге. Посмотрите. Не знаю, что я там выделяла. Мне кажется, что каждый диалог. Но раньше я любила много стикеров наклеивать. Сейчас уже не так. Но тогда мне эти книги очень понравились. Также я этого автора купила вот эту книжку «Лёгкая пирожка «Попадающий снег», но так и не прочитала. У меня тоже фэнтези пока что не прочитанная. Вот «Воронята». Я вам вроде бы показывала своих планов, что хотя бы первую часть хочу прочитать. Вроде бы в забытых книгах как раз таки я вам показывала. «Книжные хроники» не так давно у меня появилась. «Плавинка сердца». Очень классная книга. Моя гордость. Наконец-то «Лунные хрониками» собраны в одном красивом новом издании. Теперь стоят у меня здесь. Также у меня здесь есть два дополнения. Ну вот эту серию я обожаю. Читала её всю, кроме вот этого дополнения. И буду обязательно перечитывать в будущем. Поэтому и приобрела в таком переиздании, чтобы перечитать. А то у меня раньше эти книги были в разных изданиях. Вообще-то в старом, то в новом. Вообще непонятно. В мягкой обложке одна книга была. Выглядела некрасиво, перечитывать не хотелось. А теперь прям руки тянутся перечитать. И романы это «Когда тает лед». Даже вот в плёночке ещё. «Али Хейзлвуд» это «Гипотеза любви». И «Шах и мат». «Шах и мат» читал вместе с вами во влоге. Можете уже его посмотреть. Не так давно вышел на канале. Очень интересный, атмосферный. «Чёрная невеста» и «Стеклянный дом» здесь у меня. Тоже из новинок. Спускаемся ниже. И здесь мы видим скотч. Ну, классное оформление книжных полок мне кажется. Просто идеально. На самом деле просто мы сегодня клеили гирлянду и положили сюда и забыли убрать. Поэтому уберу обязательно после съёмки видео. Здесь у меня вот такие потрясающие карты. Лежат. Это «Поиск внутренней опоры», которые невероятно красивые. Сейчас вам покажу. Здесь даже вот есть руководство, как им пользоваться. Посмотрите, какие тут карты. Посмотрите на них, какие они красивые. Суть в том, что каждый человек видит по-разному смысл этих карт. И вы должны вот спринокарты описать то, что вы чувствуете, испытываете и что здесь изображено. Это вообще очень здорово. Я люблю также гостям показывать эти карты, поэтому они и стоят на кухне. Ну и плюс паучку украшают. Такая, конечно, красота, что грех не поставить как украшение. Дальше, конечно же, у меня здесь стоит ведьмак. Посмотрите, приходил ко мне в «Тайном санте». Очень хочу познакомиться с ведьмаком. Первая книга, прочитаю первую часть, пойму, понравится или нет. Если понравится, обязательно буду читать видимо-ка дальше, читать весь этот цикл. Дальше у меня здесь есть «Пустит снег» от «Сборник рассказов». Мне понравился только первый, но из-за первого я храню эту книгу, я его люблю. Также «13 маленьких голубых конвертов по путешествия». «Книжные черви». Читала очень тоже классно. Ритейлинги на русскую классику. Очень было здорово. «Тьма взойдет». Вот воображаемый друг «Трассующий цирк вампиров», про который слышала столько отзывов. Это от вас разные. Кому-то очень понравилось, кто говорит, что это вообще книжка такой бред, что как это вообще можно читать. В общем, я прям интриговалась, знаете, после ваших неоднозначных отзывов на эту книгу. «Мгновение до Бори». Виен, обожаю эту книгу. Всем подросткам советую прочитать. «Поматикян», дом, в котором тоже обожаю. Вот эта серия, про которую я говорила, что пока не знаю, буду ли читать ее дальше или на холл ее отправить, но комментарии ваши, что вам эта серия очень нравится, мне прям вдохновили, чтобы вернуться к этой серии. «Ковин» у меня здесь есть, тоже много хороших отзывов слышала. «Детективы» про девочку Пипу. Здесь у нас три части. Дальше это «Дом странных детей». Очень давно читала, но люблю эту историю. Ольга Вечная читала, да, «Версия». Вот единственные у меня теперь в планах на ближайшее время. «Аллея волшебных книжных лавок», «Терри Пратчет», у меня от него две книжки есть. И вот книга, которая нам три навстрече с Токи, это «Ловушка для птицы Лова». Вот, все. Эту полочку посмотрели, двигаемся ниже. Ниже у меня пока что ждет здесь Хогварт, неполный и ненадежный очень, конечно, забавно. Я очень хочу теперь разные дополнения, разные издания, даже Гарри Поттер, какие-нибудь красивые собрать, и потом уже в будущем на новом стеллаже сделать отдельную полку, которая будет посвящена Гарри Поттеру. Вот, поэтому пока эта книга лежит здесь, другие лежат вот в комнате у меня там. Здесь у меня еще лежит пакетбук, электронная читалка. И что из интересного, ко мне недавно приходила посылка от «Царства Строки», поэтому у меня много их книг появилось. Смотрите, больше всего меня сейчас интересует книга лишней, поэтому думаю, в ближайшее время буду читать. И помимо этого издательства, у меня здесь еще стоит книжечка, одна из больших книг. Вот, «Азбука иностранка», это «Американский психопат», который ко мне приходил в «Тайном сансе», и также две книги «Брома», где стоит «Похититель детей» и «Крампус». Буду скоро знакомиться с этим автором. А еще стоит книга Чарльза Буковского. Ну и все, и осталась у меня последняя полочка, здесь тоже много книг, но это уже книги не мои, это книги на подарки, на розыгрыше, здесь вот мой последний розыгрыш, там на книжке «Анджейн», «Данделон», все это хранится, ждет своих победителей, поэтому опять же не забывайте переходить в Телеграм, чтобы участвовать в разных классных, классных конкурсах, книжки еще ждут, много книг, которые я еще не разыгрывала, вот, например, подарочные издания «Анну» здесь лежат, и даже вот «Предание Олимпа», еще один том, в общем, очень классные книжки, здесь тоже лежат, но это даже, календарики на 24-й год с четвертым крылом в двойном экземпляре, вот, потому что мы пока свой экземпляр никуда не повесили. Вот и все, мы и это с вами посмотрели, ну, как вам, понравился тур по книжным полкам? Я старалась вам все показать, о всех книжках рассказать, конечно, это тяжело, потому что у меня уже библиотека, большая книг много, но постаралась это все уместить в это, ну, не короткое видео точно, поэтому спасибо, что были со мной, надеюсь, вы хорошо провели время, и пока-пока, увидимся с вами в новых роликах.